Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Чем опасен грипп для детей? Главный эпидемиолог города о том, как избежать опасности и почему необходима вакцинация школьников. Время остановилось для цветочных часов, что стало с городской достопримечательностью в материале наших корреспондентов. Сегодня школьник, завтра профессионал. В парке будущего детского центра смены чемпион мира по самбо поделился секретами мастерства. «Анапа» продолжает готовиться к осенне-зимнему периоду. Коммунальщики по поручению исполняющего обязанности главы города Юрия Полякова наводят порядок в городском хозяйстве. О том, что делается, нам рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний момент у нас производятся работы по очистке ливневой канализации улицы Краснодарской, улицы Горького, улицы Красноармейской, улицы Северной. Также у нас производится ремонт тротуарной плитки по улице Гоголя в объеме 500 квадратных метров с устройством поребрика. И у нас также в центральной части города по набережной идет замена лавочек и урн. У нас работает срочная программа по ремонту крыш на квартирных жилых домах в городе-курорте «Анапа» в количестве 15 объектов. Ведется демонтаж старой кровли и с укладкой новой кровли со всеми новациями сегодняшнего дня. К нам в редакцию обратились зрители с вопросом, что случилось с одной из главных достопримечательностей курорта – цветочными часами. Стрелки сняты, а яркий цветочный ковер полностью выкопан. Спешим успокоиться, это ненадолго. Механизм часов на ремонте, а цветочный циферблат в скором времени восстановят. Подробности в нашем материале. Куда делись цветочные часы? Этот вопрос задают все, кто проходит мимо одной из главных достопримечательностей курорта. Они появились в Анапе 9 лет назад и сразу полюбились и жителям, и гостям города. Теперь здесь нет ни стрелок, ни цветочного циферблата. Сейчас здесь работают сотрудники зеленстроя, готовят землю к посадке растений. А вот доступ к сердцу городской достопримечательности электронному блоку управления имеет только один человек. Это Александр Нестеренко. Именно он отвечает за бесперебойную работу этого уникального объекта. Сейчас механизм на ремонте в Татарстане, на том же заводе, где и был сделан. Вообще называются они часы башенные, но так как они не являются башенными, то получаются у нас большие проблемы с ними. То есть полив постоянно поливает, соответственно, продувки нет. И начинают светодиоды, соответственно, окисляются. И первая проблема – это вода. Вот самое главное. Сейчас светодиодные стрелки и циферблат мы отправили на завод-изготовитель, чтобы полностью сделать реконструкцию. И на циферблате, и надпись «АНАПА», видите, соответственно, ничего нет. И также на стрелках часов. Будет, и правда мы еще не решили, как точно будет, будем созваниваться с заводом. Стрелки уже на подходе к городу Чистополю, где они будут производиться. Ну и только тогда можно будет сказать, что уже будет там. Пока часы на ремонте, Александр Геннадьевич имеет возможность протестировать все системы. Проверить работу датчиков дождя и света, которые отвечают за светую эллиминацию и автоматический полив. Здесь переход есть, период назад для того, чтобы когда часы что-то начинают, или батарея садится, или же какой-то сбой, когда свет отключает. Ну, соответственно, мы налаживаем здесь, на этом процессоре. Так же система полива. Ремонт стрелок уникальных часов займет около двух месяцев. А пока сотрудники зеленстроя подготавливают поверхность для высадки растений. После того, как часы вновь заработают, здесь будет высажено порядка 6,5 тысяч виол. И обновленная достопримечательность предстанет в новом свете. До 1 ноября всем детям, чьи родители дали согласие, сделают прививку от гриппа. Данная мера помогает избежать различных осложнений, которые могут привести в том числе и к летальному исходу. Поэтому медики рекомендуют не игнорировать опасность, тем более, что процедура совершенно бесплатная. В настоящее время привиты дети с 6 месяцев до 3 лет. С 3 лет до 7 лет – это неорганизованные дети. И дети организованные, коллективы – это детские дошкольные учреждения. И начали прививать школьников. Окончание вакцинации будет продолжаться до 1 ноября. В настоящее время привито 17 200 человек. Обязательно спрашивают согласие родителей и оформляется документ, отказ или согласие. Эффективна ли вакцина, что в принципе дает прививка? Вакцина против гриппа эффективная. Мы ее рекомендуем делать мамочкам и взрослым. Потому что она не дает никаких непобочных эффектов, ни осложнений для детей. Поэтому для того, чтобы противостоять заболеванию гриппа, нужно обязательно вакцинироваться. При вакцинации обязательно формируется иммунитет против гриппа. И человек может заболеть, но не будет осложнений, допустим, пневмонии, менингита. Сколько времени у родителей есть, чтобы изменить свое решение? Привиться ребенку никогда не поздно. Главное, захотите сделать это. В настоящее время желательно, конечно, привиться уже сейчас. Потому что скоро начнется подъем заболеваний, острых беспроспортных инфекций и гриппа. Никогда не поздно. Можно и в декабре привить, можно и в январе привить. Но лучше, желательно, до 1 ноября привить ребенка. До подъема заболеваний. Творческие коллективы анапских учреждений культуры приняли участие в мероприятиях 18-го международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу», краевом фестивале этнической кулинарии «Смачный борщец» и первом кубанском фестивале традиционной культуры «Казачья слава» в выставочном комплексе «Атамань». Подробности в материале, который подготовлен совместно с нашими коллегами из телерадиокомпании «Кубань-24». Мир, дружба, счастье – так эти слова звучат на коренных языках делегаций, которые приехали на этот фестиваль. Они стали своеобразным девизом мероприятий, собравших участников «Атамани». Мы любим друг друга, и мы хотим жить под мирным небом. На Анапском подворье гостей фестиваля встречали ансамбли казачьей песни, «Соловейка» и «Шумай», танцевальный коллектив «Кана», народный хор русской песни «Любавы» и народный ансамбль эстрадной песни «Приморочка». На фестивале «Казачья слава» гостей «Атамани» встречали традиционным кубанским радушием, ярким колоритом народного праздника, который был посвящен 80-летию со дня образования Краснодарского края и 225-летию со дня высадки черноморских казаков на Таманскую землю. Юные анапчане читали стихи Марины Цветаевой. Мероприятие в формате свободного микрофона прошло в Центральной библиотеке. Его посвятили 125-летию поэтессы, одного из классиков Серебряного века русской поэзии. Участники были как заявленные, так и те, кто присоединился по ходу мероприятия. В жюри прозаик, член Союза писателей Ирины Васькова, писатель Елена Суханова и специалист Молодежного центра 21 век Владислав Баринов. Помимо грамот, трое победителей получили сборники стихов поэтов-классиков. По мнению организаторов, специалист в библиотеке, конкурс в очередной раз доказал, что стихи Серебряного века бессмертны, а библиотека была и будет местом встречи для активной, интеллектуальной и талантливой молодежи. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет! Звенит она стон и глуша из-за всех своих ран, из-за души. Ведь земля – это наша душа. Сегодня школьник, завтра профессионал. Так называется проект парка будущего Всероссийского детского центра «Смена», в рамках которого школьники со всей страны встречаются с известными спортсменами, артистами, общественными деятелями. Одна из таких встреч состоялась накануне. 250 ребят познакомились с чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы по самбо Денисом Гольцовым. Подробности в материале наших коллег. Мастер-класс по самбо от чемпиона мира начался с разминки. Кувырки, прыжки, растяжки и безопасное падение. Некоторые из ребят пробуют заниматься самбо впервые, другие и раньше занимались единоборствами. Рукопашный бой, каратэ последние два года, до этого хоккей с мячом профессионально пять лет, футбол семь лет, плавание три года. С профессионалом тренироваться это всегда очень высокий уровень, и очень было приятно познакомиться с таким человеком. Во время пресс-конференции «Секреты успеха» Денис Гольцов рассказал о своей спортивной карьере и достижениях, поделился планами на будущее, а также ответил на вопросы ребят. В течение дня сменовцы участвовали в конкурсе. Они снимали видеоролик, в котором один из них показывает любой спортивный элемент. Сальто, шпагат, прыжки на скакалке. Приз и фото со спортсменом ждали победителя. Я принимала участие, и также я организовала свой отряд. Наш отряд принял самое активное участие в этом конкурсе. Хочу подчеркнуть такую особенность, что ребята даже, несмотря на то, что приехали со всех регионов, и друг друга толком не знают, все равно они держатся одной большой семьей, у каждого свой отряд, и они друг друга поддерживают, за друг друга болеют. Это очень ценное и положительное качество, тем более воспитатель подрастающего поколения. В Анапе стартовал краевой турнир по волейболу среди женщин и девушек старше 15 лет. Специалисты говорят, что собирать такие команды достаточно сложно, однако в городе-курорте волейбол – один из самых популярных видов спорта. В этот раз участницам можно было попробовать свои силы в игре с командой, в составе которой чемпионка Европы. Атака в исполнении «Динамо» из Краснодара. Их соперницы – из Курганинска. В апреле этого года победили на краевой спартакиаде. Однако здесь их визави и постарше, и рост там явно выше. Но и им победу пришлось в буквальном смысле ковать. Анастасия Тычинина занимается в детско-юношеской спортивной школе. Ей 15 лет. Минимальный возраст на турнире. Максимума нет. Можно для себя извлечь какие-то уроки, поиграть с девушками, которые старше нас, у которых опыта больше. Набираемся опыта, в общем. В краевом турнире принимают участие пять команд. Помимо Курганинска и Краснодара – две команды из Анапы, взрослая сборная и воспитанницы спортшколы «Олимп», а также сборная команда из Донецка. Нет просто взрослых. Они уже в этом возрасте уходят. Сохраняется команда, когда те же тренеры принимают участие, те же выпускницы. Они работают в другом месте, но они продолжают заниматься волейболом. Именно такая ситуация сегодня сложилась в Анапе. Вера Фролова работает тренером уже без малого полвека. Как отмечают волейбольные специалисты, во многом благодаря ей сегодня в городе-курорте женский волейбол продолжает развиваться. Сейчас, в последние годы, главное сохранить то, что мы наработали за это время. Поэтому можно было уже давно отдыхать, но не дает мне вот это покоя, что вдруг что-то не так пойдет, поломается. Хочется, чтобы волейбол долго-долго оставался одним из лидирующих видов спорта в городе-курорт, особенно женский волейбол. Разминкой Донецкой команды руководит 11-й номер. Яна Ковтун – чемпионка Европы. От 1986 года среди молодежи в составе сборной СССР, бронзовый призер спартакиада СССР в составе сборной Украины. Играли с краснодарской командой. Уровень был совсем другой, намного выше, чем сейчас, скажем, в Украине. В России, наверное, он высокий. Но это моя жизнь, что удерживается. Для старшей сборной Анапы дончане оказались более чем серьезным соперником. Команда города-курорта проиграла три партии, хотя и с минимальным разрывом. Гости играют вне зачета в режиме товарищеских игр. Реальными претендентами на победу остаются краснодарцы и анапчане. Турнир завершится уже в эту субботу. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. С «Салями» финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И «Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 12 октября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Ночью прохладнее – 14 выше нуля. Ветер западный – от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 764 мм ртутного столба. Температура морской воды – плюс 15 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин